Открытость, прозрачность, легитимность – основополагающие критерии предстоящего голосования по поправкам в Конституцию. Многочисленные представители от общественной палаты высказали пожелание следить за ходом голосования. От палаты городского округа на участках будут находиться 757 наблюдателей. Именно подготовку к лебисциту обсудили руководители местных общественных организаций на заседании общественной палаты городского округа Щёлково. Семь дней голосования и, соответственно, семь человек на избирательном участке, которые наблюдают за выборами. Это и те люди, которые выездные комиссии сопровождают, и на местах, чтобы всё было в рамках того, как прописано это законом. Член палаты Игорь Прохоров возглавляет участковую избирательную комиссию. Он рассказал о порядке и особенностях предстоящего голосования. Ключевое условие – санитарная и эпидемиологическая безопасность, как на участках, так и во время голосования на дому. Многие из общественников высказали свою точку зрения по конституционным поправкам. Наши старшие поколения, отцы и деды, воевали за эту землю. Они не могут допустить, чтобы кто-то мог каким-то образом повлиять на сохранение нашей целостности. Поэтому те поправки, которые внесены в Конституцию Российской Федерации – это сохранение исторической правды. Ирина Волкова выступает за сохранение традиционных семейных ценностей. Закрепление таких поправок в Конституции позволит обратить внимание общества на организации, работающие семьями. В гражданском браке рождается мало детей, так как пара не стремится к тому, чтобы сохранить официальную семью. И закрепленные в нашей Конституции эти поправки как раз-таки ведут к тому, чтобы эти семьи создавались официально, для того, чтобы дети росли в семье с мамой и папой, потому что это очень важно. Елена Ткаченко, курирующая в Общественной палате вопросы здравоохранения, обратила внимание коллег на конституционные поправки о доступной качественной медицине, сохранении социальных гарантий, в которых как никогда нуждается страна. Мнение общественников было единодушным. Нужно прийти и проголосовать. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение.